Вот есть храм, и ты туда ходишь, и попробуй из этого храма перейти в другой. Крепостное право, отмененное в 1861 году, в принципе до сих пор сохранялось в плане привязки человека к местному приходу. А сейчас мы наблюдаем, как вот этот рудимент крепостного права устраняется техническим прогрессом, проще говоря, наукой. Мы живем в мире, где семинарии уже недостаточно, чтобы на равных говорить с людьми по многим вопросам. А в интернете это проваливается моментально. Посмотрите там на рейтинге первого канала российского телевидения, Соловьевых, Симоньянов и прочего сброда, морочащего голову людям на государственный день. Сравните их с Юрием Дудем. Эта ситуация заставит быть людей не только образованными, прекрасными риттерами и так далее. Она заставит и поставит их перед необходимостью быть свободными. Дорогие друзья, всем привет! Это Крестовый подход, проект протестантской аналитики, где мы анализируем текущие события, актуальные, с точки зрения протестантской этики и протестантского богословия. На связи со мной находится Игорь Князев, епископ лютеранской церкви в городе Москве. Он находится на данный момент. Год назад вы, Игорь, опубликовали видео в Ютубе, предрекающее изменение в жизни и служении церкви в связи с развитием информационных технологий. И мне кажется, вот сейчас в связи с пандемией коронавируса, когда верующие не могут посещать массовое богослужение, мне кажется, вот ваши все прогнозы сбылись и сбылись быстрее, чем ожидалось. Да, дорогой Андрей, здравствуйте! Я действительно работал в это время с таким очень интересным богословским материалом, который назывался «Если бы у апостолов был Фейсбук», и какую-то часть этих работ комментировал на видео и прочее. Но справедливости ради отмечу, что не я первым поднял эту тему. Об этом говорило довольно большое сообщество людей и до меня, и после, и параллельно со мной. А то, что сейчас эта тема стала сверхактуальной, это вот что называется «пришло время». Знаете, в истории очень часто бывает так, что разные люди делают одно и то же, но одни добиваются успеха, а другим ничего не удается добиться. Ну, точно так же, как с реформацией. Ведь Лютер не был первым реформатором. До Лютера были десятки реформаторов. Лютер не первым перевел Библию на немецкий язык. До него была куча переводов. Те принципы, экклесиологии, отношения к догматам, которые провозгласил Лютер, они все были написаны и провозглашены до него, в том числе Гусом, например, которого практически сожгли за то же самое. А если мы возьмем шире историю человечества, революции, трансформацию общества, то в каждом событии мы найдем десятки, сотни людей, которые писали о том, что это произойдет, они это видели, прогнозировали. Но получилось у того, кто, вот что называется, попал в свое время. То же самое и с темой служения в интернете. Многие люди пытались о ней говорить, писали, но она не была востребована, потому что время еще не пришло. И здесь, как бы это утилитарно ни звучало, не подумайте, что я упрощаю. Под тем, что я говорю, лежит большой анализ исторических процессов, очень глубокий. И вот здесь время пришло, и вдруг все начали писать об этом. Причем, к моему большому удивлению и радости, не буду этого скрывать, в России, в русскоязычном пространстве, главной дискуссионной площадкой стали различные каналы и группы Русской Православной Церкви. Именно она на сегодня лидирует в обсуждении вопросов и теологии интернет-служений. Хотя, казалось бы, самый консервативный религиозный институт в России, ну, из таких, из мейнстримовых. Да, да, это тоже вот парадокс истории. Ну, и в какой-то части, наверное, мы можем провести аналогию со Священным Писанием, когда последние вдруг становятся первыми. Да, и, казалось бы, тоже мы здесь должны были ожидать, ну, какой-то глубокой богословской организационной активности от протестантских церквей, чего мы не наблюдаем. Да, они все подключили интернет-трансляцию своих богослужений, но это совсем другое, это не то, о чем мы говорим сегодня. Справедливости ради, заметим, что протестантские церкви ведут онлайн-трансляцию своих служений 10-15 лет уже активно. Да, да, поэтому я и говорю, что в этом отношении мы ничего нового не увидели от протестантских церквей. А вот дискуссия, которая разворачивается в русской православной церкви, там как раз новизна заключается в том, что там обсуждается отчасти догматика даже и богословие таинств, а именно, возможно ли совершение таинств на расстоянии при общении через интернет. И лидерами здесь, конечно, является русская православная церковь. Ни на одном протестантском ресурсе вы не найдете никакого глубокого богословского обсуждения этого вопроса. Я еще раз подчеркну, на русском языке, к сожалению, не имея возможности читать и быть глубоко погруженным в западное богословие... Кроме нашего проекта «Крестовый подход». Перед Пасхой мы затрагивали эту тему. Да, мы не претендуем на глубокое богословское исследование, но все-таки попытку мы совершали обсуждать именно эту тему. Ну, собственно, и наша с вами главная задача на данном этапе это популяризация каких-то тем и привлечение внимания. Слава Богу, мы вроде бы с этой задачей с вами справляемся. Для богословского диалога, конечно, нужна гораздо более широкая аудитория и с другой квалификацией, специализацией. Но очень важно это начало дискуссии показывает нам следующее. Пришло понимание того, что это не какая-то временная, ситуативное вот такое событие, да? Это пришло всерьез и надолго, потому что тезисы, которые сейчас излагаются в дискуссии, говорят о том, что... Ну, а мы ничего не знаем о будущей пандемии. Во-первых, мы даже не знаем это, сколько продлится. И есть такие попытки схлопнуть эту дискуссию тем, что... Ну, подумаешь, эпидемия два месяца, потом закончится, и всё будет по-старому. Так вот, самое главное, что голоса очень... Многие звучат, что, во-первых, далеко не факт, что будет по-старому, а, скорее всего, не будет, да? И задача церкви сейчас как раз осмыслить. Ну, упрощённо говоря, если священник совершает литургию в этом храме, в это же время совершается литургия в соседнем храме, а мы живём в стране, где 11 часовых поясов и разброс по времени огромный, и географический разброс огромный, если все эти евхаристии считаются одной евхаристией и соединением в одном теле и одной крови, то почему то же самое действие, выполненное посредством связи с интернет, таковым являться не может? И никаких вразумительных ответов на этот вопрос нет, и нет никаких фундированных контраргументов против дистанционного совершения таинств. Причём за очень короткое время проскочили стадию обсуждений, условно говоря, таинств слова. Вначале были разные мнения, но сейчас все согласились, что, в принципе, исповеди через интернет ничего не мешают. Письменной или по телефону – это тоже таинство. И лет 10 назад за предположение того, что исповедь может быть дистанционной, вас бы жгли на таких же кострах, как сейчас за вопрос о причастии онлайн. Кстати, в нулевых годах гулял юмористический опус, который родил мем «Чую бесовщину, обосновать не могу». Речь шла о том, что епархию подключили к интернету, и вот как там батюшка не может освоить новые технологии. Ну и пишет длинное-длинное письмо, каждый абзац, которого венчается словами «Чую бесовщину, обосновать не могу». Вот его знакомство было первое с новым веком в информационном плане. Да, да, я вам могу из жизни коротенький такой пример привести. Мы зашли с моим другом пастором из Калуги в магазин швейных изделий и тканей в Троице-Сергиево-Лавре и хотели купить прекрасную греческую ткань для пошива облачения, для алтаря. Ну и когда мы, значит, это все уже там выбрали и стали говорить, вот эта бабушка, которая отматывает и отрезает ткань, посмотрев на нас с подозрением, сказала, а вы православные? При том, что я вот был одет в пасторскую рубашку и так далее. Я говорю, ну нет, зачем вы спрашиваете? Вы же видите, что нет. А она так подозрительно прищурившись на меня сказала, то-то я чую не нашего вы духа. Вот, в магазине продают. Я говорю, ну вы ткань-то будете нам продавать? Да, ткань-то я продам, конечно. Отмотала, взяла деньги, все в порядке. Так вот, возвращаясь, собственно, к теме нашего с вами обсуждения. Да, контраргументы пока мы слышим вот такие. Чую бесовщину, объяснить не могу. Но я вас уверяю, это очень ненадолго, потому что можно один раз, так сказать, два, ну и потом ты просто перестаешь быть участником дискуссии, потом другие начинают говорить на эту тему. Я думаю, что мы, ну вот на отрезке ближайших месяцев, года, ну и точно ближайших лет, увидим серьёзное развитие богословское темы совершения таинств с использованием современных средств коммуникации, как то интернет, телефон и прочие все вещи. Потому что слова установления, которые нам даёт Господь, мы вновь с вами вот в каждой почти передаче говорим о том, что пройдя какой-то круг развития, круг истории, мы возвращаемся к началу церкви на другом уровне исторического развития. Так вот, Господь, давая установление о совершении Евхаристии, сказал, примите и идите, сие творите в моё воспоминание. И нигде он там не говорил, что только в одном месте и только вот так, да, и только без интернета там и так далее, и так далее. Всё, что сейчас в качестве контраргументации выбрасывается, что только личное присутствие священника может осветить дары. Ну, мы знаем кучу примеров, когда это делалось и не так, да, и прочее, прочее. Так вот, возвращаясь к установлению, которое дал нам Господь, мы видим, что оно очень лаконичное, короткое и дающее нам огромный простор для обсуждения и богословской дискуссии по этому поводу. Я бы сказал, что это повеление звучит универсально и легко реализуемо в любой культуре, независимо от лояльности к христианству как таковому. То есть и в стране со свободой вероисповедание можно реализовывать, так и в странах, где христианство находится в подполе или даже запрещено. Да, да, я вчера наслаждался прекрасным текстом дьякона Андрея Кураева, который также, на мой взгляд, совершенно обоснованно и с хорошей иронией богословской задает вопросы в дискуссии тем, кто выступает против. Да, там есть еще целый блок аргументов, касающийся ритуальной чистоты, что ну как это вы на обычном блюдечке положите хлеб, в обычный фужерчик нальете вино, что ли? Это же чаша освещенная, алтарь, а тут компьютер и так далее. И он их совершенно справедливо спрашивает. Скажите, пожалуйста, а вот со столом, за которым была совершена тайная вечеря, за ним потом больше никто не ел, а чаши, из которых причастились сам Господь и апостол, их потом не использовали, не пили из них ничего, их как-то сохранили, куда-то спрятали, поместили в музей, а в эту горницу больше потом там никто не заходил, не спал, да, и так далее, и так далее. То есть вот два блока контраргументов, которые мы видим, что якобы есть какое-то исчерпывающее ритуальное установление по совершению Евхаристии, и есть требование ритуальной чистоты, которое приводится в качестве контраргументов против дистанционного совершения таймс. Они, ну, в первом же приближении не выдерживают никакой критики. При этом я не хочу сказать, что в этом вопросе там все легко и просто, и можно прям вот завтра ставить хлеб и вино, перед компьютером все будет освещено. Да нет, конечно. Мы говорим сейчас о двух важных моментах, что эта тема стала резко актуальной, и это не ситуативное явление, а явление, имеющее стратегический характер. Мы видим, что у сторонников совершения дистанционных таинств есть очень серьезная аргументация в пользу этого, и мы видим, что контраргументы, которые предъявляются другой стороной, они, ну, спорные и опровергаются в богословском рассуждении. Это не факт, что какая-то сторона там победила, доказала свое. Мы только в начале разговора. Но то, что этот разговор продолжится, и уже в ходе него стороны пришли к согласию о том, что таинство слова, условно говоря, там, где не используется вещество, может совершаться дистанционно. Дальше идет обсуждение возможностей дистанционного совершения крещения. Ну и потом как-то подойдем к Евхаристии. Что касается, например, таинства брака, то тоже большой вопрос, что мешает его совершать дистанционно. Потому что вообще таинство брака совершается мужчины и женщины. Они вступают в брак. И таинство брака – это отношение мужчин и женщин, их соединение. А священник сейчас отвечает его. Справедливый вопрос. Почему мы можем заключать электронные договоры, обладая электронной подписью, которой, как правило, является наш банковский, да, банковские коды и банковский аккаунт? Почему церковь может принимать банковские переводы в качестве пожертвования? Абсолютно. Пользоваться электронной системой и использовать электронный документ оборот сейчас, да? Если говорить об административной стороне жизни, прихода, то почему нельзя совершать бракосочетание электронной с заверенной электронной подписью? И имеющие видеоподтверждение. Вот мы сейчас с вами общаемся, но мы ведем запись. В принципе, это является документом нашего с вами общения. Да. И более того, если церковь транслирует свои богослужения в онлайн, транслирует свои молитвы онлайн, это же подразумевает то, что она принимает это как инструмент, условно говоря, соединения всех в одном духе. Ну, передачи благодати, что ли? Ну, правильнее все-таки сказать соединение в одном духе. Если ваша молитва, которую вы транслируете в интернет, не объединяет вас в одном духе, зачем вы ее транслируете? В таком случае это что, просто театральная постановка? Тогда скажите, что то, что мы транслируем в интернет, это не богослужение, это спектакль религиозный. А если вы говорите людям, что наше богослужение, совершаемое дистанционно, и вы, участвуя в нем, мы все в одном духе объединяемся, то почему тогда именно причастие является той частью богослужения, где святой дух вдруг перестает действовать? Да? Это же вполне серьезно. И вы точно очень подметили, что вот это противоречие, оно, знаете, такой из серии протеста лугитов, которая, как вы помните, в истории Франции, это город Лурд, и когда там установили промышленные ткацкие станки, то люди, которые ткали дома на ручных вот этих прялках, они пошли и разгромили все эти станки, ну, таким образом считают, что это несправедливо, лишать их работы и ломать их жизнь. Но, как мы знаем, прогресс остановить не удалось, и город прекрасно развивался потом с промышленным ткачеством. Так же и здесь, да, мы будем пользоваться сотовыми телефонами, мы перечисляете деньги за молитвой, переводите нам с PayPal на Яндекс.Кошелек, все нормально, молитва будет действовать. Если вы биткоин переведете на наш Яндекс.Кошелек, с этим все нормально. Но если хлеб и вино вы поставите перед этим экраном, то оно действовать не будет, потому что, понимаете, в их логике там у Бога вот написано, за молитву через Яндекс.Кошелек переводить можно, а освещать тело и кровь через Skype нельзя. Где-то у них есть какая-то Библия, где прямо вот так вот написано, что, ну, просто смешно. Ну, мы подходим сейчас к главному вопросу, не просто богослужения и информационных технологий, а отношений человека с Богом как таковых, и роли церкви в этом, и роли священства в этом. Да даже священства, ведь в Новом Завете нет как такового священства, есть идея всеобщего священства, идея в том, что Христос является первосвященником, единственным, и что любой верующий человек уже является священником. То есть вот эта вот богословская догма должна быть пересмотрена. Да, а вот мы опять и опять, и дальше я вас уверяю, вот как описал один блогер, запомните этот твит. Ну, в хорошем смысле запомните этот тезис. Мы вновь и вновь будем сейчас возвращаться к временам Ранней Церкви. А как только мы к ним возвращаемся, мы вдруг вспоминаем о том, что служение священства было не единственным в Ранней Церкви, что служение учителей было выше служения священников, ну, пресвитерных, да, а еще было пророческое служение, а еще куча всего было, и пресвитерское служение отправление в хористе и литургии. Это было всего лишь одно из многих служений и не самое главное. Вот в чем штука. И Ранняя Церковь, она была настолько разнообразной, что где-то главенствовали учителя, где-то пророки, где-то пресвитеры. И вся эта схема была сломана императором Константином, которому нужна была, ну, условно говоря, политотдел армии, да, с четкой иерархией, структурой, потому что, ну, представьте, император разбирался бы, так, у нас тут пророк главный, а тут у нас учитель главный. Централизованная религиозная организация. Именно он является ее автором, учредителем, автором ее устава и автором ее богословия. Я вам напомню, что как разрешал император Константин богословские споры, вынув меч из ножен, положил его на стол и сказал, вот вам канон, и если вы мне сейчас символ веры не подпишете, я этим мечом по отрубаю вам божки. И быстренько подписали. А благо апостол Павел еще написал, как, кстати, послание к римлянам, именно не зря начальник меч носит, слуга Божий. Вот, вот, вот. И богословское обоснование есть. Да. И здесь мы возвращаемся вновь к периоду ранней церкви, когда мы говорим, что церковь возвращается к разнообразию форм своего существования и служения. Это дело вот уже происходит на наших глазах. Это даже не будущее, это происходит сейчас. И откуда такое страшное неприятие, такое боязнь интернет-служения? А потому что это то самое разрушение конфессиональных и динаминационных границ, о которых мы с вами тоже говорим уже несколько лет. Мы не знали, как оно произойдет. Было понятно, что оно будет происходить. Что мир уже давно перерос эту архаичную систему юридических лиц с печатями, фиксирующих свое эксклюзивное право на благодать. И было понятно, что если вот здесь вот кто-то написал бумажку, что это хорошее священие, и бумажку, что это плохое, то это совершенно ни о чем не говорит. Это внутреннее дело юридическое этой организации. А отношение с Богом и благодать священства это совсем другие вещи. Так вот, откуда такое ожесточенное сопротивление? Да именно оттуда, что люди будут выбирать себе церковь сами. Не ходить. Почему так ожесточенно постулируется аргумент, что только лично надо прийти в церковь? Ну, потому что понятно, что если вы живете в Хельсинки, вы не сходите каждые выходные в церковь в Копенгагене. Ну, один раз в год может вы съездите, а так, ну, деваться некуда, будете ходить к той, которой можете в течение дня доехать и вернуться на машине домой. Да? Вот. А если вам разрешить в интернете ходить на богослужение, так вы куда начнете ходить-то? Кто его знает? А мы что? Кто будет на карточку переводить деньги? Как это? Так это? Это что это вот тут? Нет, надо лично приходить. Поэтому никаких вам скайп. Вот где кроется эта основа. Потому что это разрушение деноминационных границ. приводит к тому, что пространство Евхаристии и причастия открывается для неограниченного круга лиц. И вот я такой вдруг возьму неканоничный геретик, которого давно надо сжечь, подсоединись, понимаешь, к литургии из храма Христа Спасителя, поставлю тут у себя хлеб вину и причащусь с ними. И что тогда? Как Богу-то объяснять? Что вот этот гад, он в аду должен гореть? А Бог, у него же там в блокнотике записано, что с этого IP-адреса причащался человек на литургии храма Христа Спасителя. Придется его теперь пускать в рай. И что тогда делать? Как это? Мы вот с этими в раю вместе, что ли, будем? Да вы что? Мы за это разве боролись? Мы-то боролись, чтобы одним быть в раю, и чтобы никого там больше не было. А тут поналезут всякие протестанты, и что, зачем нам рай тогда? Тогда даже в ядерной бомбардировке нет смысла. Что тогда нам в рай лезть? Тогда и пусть оно горишься в синем пламене. Вот это те настроения, которые сейчас главенствуют. Но их преодолеет церковь, она их переборет и придет к здравому решению, к логическому и богословски обоснованному. Ну а мы с вами будем наблюдать весь этот процесс и уверен, нам будет очень интересно. Я думаю, глобальная церковь как тело Христова только выиграть должна от того, что человек, обладающий талантом или каким-то даром, будет не локально известен, а хотя бы регионально, если не глобально. В принципе, так и должно происходить в информационном мире. Почему церковь, будучи родоначальницей современного информационного прогресса, я имею в виду печатные станки, вообще печатные станки, книга печатать, почему сейчас она плетется в хвосте, в арьегарде вот этих процессов, мне непонятно. Вопрос-то звучит, не догонит ли церковь, а сможет ли она какие-то лидирующие мейнстримовые позиции себе выбить и в чем? Я пока не вижу вообще перспектив к этому. Вот это огромнейший вопрос, который заключается в следующем, что сейчас церковь, ну, как первая такая реакция, она хочет укоренить тезис, что это невозможно и этого не будет никогда. И с этим тезисом она уже тотально проигрывает, потому что, ну, она вынуждена делать это, ну, например, там, онлайн-свечи, ну, даже в России на русскоязычных ресурсах вы переводите денежку и вам зажигают свечку в храме. Да? Это даже в России, я уж не говорю в остальном мире. Но церковь здесь находится перед таким выбором. Либо принимать это, формировать это пространство, реализуя свой накопленный багаж и опыт, либо устраниться от этого, и тогда это пространство будет занято другими формами церковности. Вот, либо эти формы церковности трансформируются и станут современными, либо просто отомрут за ненадобность. У нас часто отмирают общественные институты, и в данном случае мы говорим о церкви исключительно как о юридическом и общественном институте, не о её богословском понимании, не о её религиозном понимании как единой церкви, соединённой, значит, церковью на небесах и на земле, не об этом, а о земном институте юридическом. Так вот, этот земной юридический институт либо включится в эту конференцию, конкуренцию с тем большим отставанием, которое уже есть сейчас, в хвосте этой конкуренции, догоняя и так далее, либо продолжит гордо сидеть на полосе с надписью «Старт» и говорит, что вообще финиш неправильный, и бежите не туда, и гимны у вас не так поют, и медали некрасивые, но победителями в этой гонке будут другие. Это именно такой выбор. И вообще на низком старте стоять это вообще грешно, это пошлая поза. Да-да-да, вот именно, именно. Поэтому никакого другого выбора истории и время церкви не предлагает. Мы не можем даже предположить, что проведение божественное и божий замысел о творении мира вдруг сформулируют такой постулат, что ну, раз церкви интернет не нравится, остановим развитие общества на этом уровне. Пусть дальше ничего не развивается, раз церковь не успевает. Ну, смешно об этом говорить, причем в усвоении всех технических новинок церковь была всегда передовой, потому что, во-первых, имела деньги, поэтому телефоны, электрическое освещение, газовое отопление и так далее, в первую очередь ставилось в домах богатых и в церквях, потому что деньги были. Один-то человек, чтобы себе электричество протянуть или телефон, ему надо было ой-ой-ой, сколько, а церковь могла себе позволить. А сейчас вот именно да, потому что предыдущие технические инновации не разрушали архаичные модели, условно говоря, крепостной зависимости прихожанина от его суверена священника. Кстати, это очень важное замечание, потому что крепостное право, отмененное в 1861 году, в принципе, до сих пор сохранялось в плане привязки человека к местному приходу. Именно об этом мы и говорим, что, конечно, новое время нам открыло тут какие-то возможности, у нас есть паспорта, мы можем съездить в другой город на богослужение, и какое-то дало ощущение религиозного разнообразия, но в своей основе нет, это именно и сохранилось, что вот есть храм, и ты туда ходишь, и попробуй из этого храма перейти в другой, потому что у тебя там есть духовник, и чтобы начать ходить в другой приход, ты должен с ним этот вопрос решить, он тебя должен отпустить, благословить и так далее. И священник, который пробует сейчас перейти из одной епархии в другую, ему надо столько разрешений и согласований собрать, что мама дорогая. Именно так, мы и говорим о рудименте крепостного права, который преодолевается техническим прогрессом. Это парадоксальная, уникальная ситуация, потому что все остальные рудименты общественного развития преодолевались общественным прогрессом, просвещением, ростом образования, совершенствованием институциональных форм. А сейчас мы наблюдаем, как вот этот рудимент крепостного права устраняется техническим прогрессом, проще говоря, наукой. И отсюда такое ожесточенное сопротивление, реакция, непонимание и так далее, и так далее, потому что ну как это? Но безусловно у всего этого будет решение. И это приведет к тому, что, ну проще говоря, вот тут очень важно понимать, я сейчас свою мысль конкретизирую, конкуренция это процесс открытый для участия. И если вы участвуете в конкуренции, то ваше участие не гарантирует вам победы, вы можете проиграть, можете потерпеть крах, но не участие в конкуренции говорит о том, что вы крах терпите еще на старте. Отказавшись от конкуренции, вы сразу проигрываете, а конкуренция дает вам шанс выиграть. Ну и шанс, так устроена рыночная экономика, нормальная политическая система, любая и так далее. Поэтому люди в Швеции живут в 30 раз лучше, чем в России. То есть там конкуренция есть, а у нас пока нет. Но смысл в том, что конкуренция, которую мы наблюдаем в данном случае, является глобальной конкуренцией, правила которой не определяются ни Российской Федерации, ни российскими централизованными религиозными организациями, нет. Ведь они не пишут правила этих конкуренций, либо они в нее вступают, где-то выигрывают, где-то проигрывают, потому что, конечно, будут архиереи и священники в Русской Православной Церкви, например, которые очень сильно выиграют от участия в этой конкуренции. Им есть что сказать, они грамотные и блистательные проповедники, духовники, и у них, конечно, количество аудитории, интернет очень сильно расширит. А есть те, у кого его аудитория схлопнется. Поэтому пока, конечно, вот такое Церковь принимает промежуточное решение вообще никак не участвовать, подвесить это на паузу и говорить, что ну нет, вот это, ну деваться некуда, придется в эту конкуренцию включаться. Это потолкнет священство быть более образованными, более интересными, помимо качественного богословского образования пройти хоть какую-то школу риторики, ораторского мастерства. Потолкнет быть интересными и медийно подкованными, потому что уже без медийности сегодняшней Церкви наверное последние лет 100 точно никуда. И, как вы правильно говорите, вот этот процесс, мне кажется, за последние лет 500 просто кто не пробежал вот этот вот марафон, ему приходится сейчас семимильными шагами догонять, ну или просто остаться в забытии. Да, и один очень важный тезис я дополню к вашему перечислению. Конечно, риторика, грамотность, общий уровень образования, обязательное наличие светского образования. Мы живем в мире, где семинарии уже недостаточно, чтобы на равных говорить с людьми по многим вопросам. Но еще одно принципиальное условие, которому как раз и сопротивляются архаичные церковные институты. Эта ситуация заставить быть людей не только образованными прекрасными риторами и так далее, она заставит и поставит их перед необходимостью быть свободными. Потому что раб может проповедовать только в условиях тоталитарного общества, используя идеологическую машину. Раб в ней винтик. Он просто доводит до населения те постулаты, которые ему спустили сверху. А в интернете это проваливается моментально. Посмотрите там на рейтинге первого канала российского телевидения Соловьевых, Симоньянов и прочего сброда, морочащего голову людям на государственные деньги. Сравните их с Юрием Дудем. Или как не склоняется фамилия, с Юрием Дудем. И сразу получите ответ. Кто в интернете выигрывает? Это очень главное правило. Если ты не обладаешь свободой, тебе в интернете делать нечего. Здесь моментально это все разлетается, потому что у тебя нет твоего закуточка, где тебя выводят под руки, наряженного в золотые одежды, потому что у тебя бумага со штемпелем, что ты владыка, и ты тут как скажешь, так и будет. В интернете у тебя этого ничего нет. Тут люди плевать хотели, какая корона у тебя на голове. Здесь оценивается содержание, суть человека. И здесь, если у тебя нет свободы, ты уже проиграл. И вот это революционные принципиальные изменения ситуации. О том, что священник либо должен будет быть свободным, либо должен будет отказаться от своего служения, потому что вот этот атовизм, как в Америке 18-19 века, когда были священники для рабов, специальные, вы знаете, историю, что там были разные священники для свободных людей и для рабов. И вот задача этих священников для рабов была как раз убеждать о том, что рабство это Богом данное учреждение, что раб должен повиноваться. Ну и знаменитое как раз послание апостола про меч, про повинуйтесь и так далее. Вот это было как раз основой теологии рабовладельческого строя. И причем этих священников специально воспитывали и учили в специальных семинариях, чтобы они рабам именно проповедовали. Так вот, вот такие священники в интернете никому не нужны. Ни один нормальный человек не выберет для себя быть рабом. Любой человек, поскольку он сотворен Богом свободным, хочет быть свободным. И вот эта часть полностью проваливается. Вся вот эта идеологическая машина, она поэтому в интернете проваливается тотально. Что идеологическая машина это когда рабы проповедуют рабство. Ну и кто в 21 веке будет всерьез эту бредятину слушать? Либо ты свободный и проповедуешь как свободный человек, и тогда хоть кто-то тебя слушает. Мало, много, это уже вопрос личной привлекательности. Либо тебе просто ничего тут делать. Ну и к свободе как прямое следствие добавляется искренность, подотчетность, открытость. Да. Совершенно так. Свобода становится вновь одним из самых обсуждаемых качеств или условий к свободе призванных и братья. Скоро будет написано наверное над входом во многих церквях. Потому что Россия вот это пространство русскоязычного мира оно из христианских народов наверное последним выходит из средневековой монархической зависимости. Да, потребовалось 70 лет советской власти и еще вот 30 потом 10 лет свободы коротенький отрезок 10-15 лет потом 20 лет вот этого ужаса в котором мы живем. но даже этот ужас невозможно длить бесконечно. Даже внутри него уже рождается понимание того, что мы должны быть свободными. И рождение и формирование этого понимания также будет сметать, сдвигать с существующей доски архаичные церковные институты. Человек 21 века приходящий в церковь и слышащий там бесконечно вы рабы повинуйтесь ты раб я раб мы все рабы он не будет это слушать. Это вот слушают ну и так сильно упрощая посмотрите на контингент основной прихожан которые сейчас в церкви ну 80-70% это женщины пожилого возраста для которых это нормальная риторика она им приятна даже в какой-то степени но в российской церкви нет мужчин практически и очень мало мужчин среднего возраста что очень важно есть старики и есть молодежь и нет мужчин среднего возраста практически вообще самого созидательного трудоспособного возраста когда в церкви ты уже присутствуешь как зрелый человек а не молодой неофит увлеченный религиозным порывом и не старый человек которому собственно особо ходить то больше некуда и хочется как-то вот сформировать пространство своего пребывания в вечности мы сейчас невольно подошли к ответу на главный вопрос который задает сейчас в том числе священство почему верующие религиозные люди так легко ведутся на всякие теории заговоров и почему сейчас священникам нужно целые проповеди читать чтобы их отвратить от вот этого нового увлечения разными конспирологическими теориями а потому что церковь как раз и собрала вот такой вот контингент проповедовала внушаемость отсутствие критического аппарата молчание молчаливое согласие со священником и здесь появились просто более убедительные люди когда они сидят на карантине отрезанные от своего прихода перед экраном компьютера и телевизора которым загоняют про жидкие чипы белогейца про контроль рождаемости про сокращение населения земли про вышки 5G и они легко на это ведутся именно потому что десятилетиями выжигалась вообще сама идея критически относиться к информации именно так именно так потому что как только мы видим рождение критического отношения или как писал Кант имей мужество пользоваться собственным разумом человек вообще устроен так что ему не очень хочется пользоваться собственным разумом потому что пользоваться своим разумом это выбор влекущий за собой ответственность и если пользоваться головой там Государственной Думы Российской Федерации, то можно очень легко жить. Вообще ни о чем не надо думать. Тебе все запрещено и как бы ты ничего не делаешь. Прекрасно. Это такая вот идеальная жизнь овоща. Поэтому самый тяжелый процесс в истории человечества – это процесс избавления от рабства. Основа рабства – это информационная стерилизация пространства и человека. А именно работа пропаганды. Так вот, наше общество пришло к тому уровню, например, в начале, в середине XX века успех тоталитарных режимов во многом базировался на таком техническом достижении, как радио. Я изучал историю нацизма и там очень много было высказываний от ведущих идеологов нацизма о том, что если бы не радио, ничего бы не получилось, никакого гитера бы не было. Они это использовали. Ну, в Советском Союзе я ситуацию не изучал. Но в Советском Союзе в 30-х, 40-х годах нужно было регистрировать каждый радиоприемник. Да. Да, 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 да. И советским промом, советской промышленностью выпускали специальные радиоприемники, где не было вот тех диапазонов, через которые могли проникнуть вражеские голоса. На шасси каждого приемника был выбит номер, как на автомобиле сейчас выбивают. Вот это из моего детства, когда на шасси есть номер приемника. Более того, я вам скажу, что работали вот эти глушилки, которые глушили не только «Голос Америки», они, например, глушили религиозные передачи. Мне повезло, я жил на Севере в начале 80-х, работал в узле связи, монтером. И вот 22 апреля во всесоюзный Ленинский субботник я убирался там в Каморке, где был склад старой радиотехники. И там в ряд вот так стояли один на другой промышленные, профессиональные, условно говоря, радиоприемники марки и ШИМ. А моей обязанностью было, я каждый день должен был прийти в узел связи к 6 утра, включить вот такой приемник и ШИМ и послать сигнал в радиотрансляционную сеть. И вот весь день шло радиовещание. То есть я знал, для чего это и как работать. Они стояли в ряд, и я спрашиваю своего начальника, а чего они тут стоят? Он говорит, так, это списаны уже. Я говорю, а как мне можно взять один? Он говорит, да, Господи, бутылка делов. Я побежал в магазин, купил две бутылки водки, принес ему и взял два приемника, положил их в такой большой мешок, замотал, притащил домой. Из двух приемников я собрал один. Там у одного блок питания был сгоревший, отсутствовали какие-то детали. Так вот, особенность этого приемника была в том, что там был установлен трехполосный фильтр на низкие, средние и высокие частоты для очистки радиосигнала от помех. Я дома сделал антенну луч, 22 метра натянул и начал слушать такие радиостанции, как радио Пекин, евангельское радио и прочее, отключая глушилки вот этими своими фильтрами. Там я впервые услышал «Евангелие», это был 83-й год, и у меня были такие тетрадки по две копейки. Я слушал «Евангелие», ручкой его переписывал в тетрадку, а потом эти «Евангелие» склеил клеем, картонную такую корочку. Это вот было мое первое «Евангелие», это было «Евангелие от Луки». Вот! Вот таким образом… Посмотрите, какой у меня раритет тут есть. Да-да-да-да-да. Вы разговариваете со старым фанатом радио. Да. Радиофил. Вот-вот-вот. Я вам скажу больше. Вот эта миссионерская организация, в которой я сейчас нахожусь, которую вы посещали не раз, и РРТВ как раз начинала свое служение с того, что в 78-м году в своей спальне Хану и Лаура Хаука построили радиостудию и вещали религиозные вещания на Советский Союз сквозь глушилки. Там прям была целая схема. Они знали, на каких частотах работают глушилки, когда, в какое время. И несущая частота была гуляющей немного для того, чтобы обойти… Да, да, и вы подстраивались. Да, да, и вот это вот слушание религиозных программ представляло из себя как раз вот постоянное подкручивание несущей частоты. Да, да, да. Благо вот эти гетероидные радиоприемники, где была лампа выведена… Гетерогинные. Гетерогинные, да. Где лампа была выведена прямо вот на переднюю панель. И ты мог прямо видеть уровень настройки, ты мог видеть уровень сигнала несущей частоты и гулять за ней, подстраиваться. Да, да. Вот так сошлись пути, кстати, интересно. Ну вот, будем наблюдать, как говорится. Если мы с вами с помощью радио сумели прорвать информационную блокаду, я думаю, интернет дает нам для этого гораздо больше возможностей. И мы с вами, нам повезло быть современниками и участниками поистине глобального и уникального исторического процесса. Друзья, всем спасибо. Это проект протестантской аналитики «Крестовый подход». Я благодарю епископа Игоря Князева за участие, за интересную беседу. Подписывайтесь на наш канал. У нас нет никакого другого способа распространения правды, кроме вашего внимания и участия.